Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ильяна, и здесь мы обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей. Сегодня я хочу рассказать о своих находках за последнее время в уходе, у меня был перерыв в съемке выпусков, я, конечно, все рассказывала, показывала в своем телеграм-канале, обязательно подпишитесь, там обзоры выходят практически ежедневно, и я отвечаю на ваши вопросы в комментариях, там много полезной информации, и все структурировано, так что обязательно загляните, если еще не подписаны, но здесь я не рассказывала о том, что я попробовала за последнее время, что мне особенно понравилось, поэтому давайте рассмотрим, я целую корзину собрала, здесь уход за лицом в основном, но есть и за телом, и даже за волосами, так что давайте начинать. Начнем мы с очищения кожи тела и, в принципе, лица, но мне больше это средство подошло именно для кожи тела, это Aveng Seracal Nutrition, это новая гамма, точнее то, что было раньше Trixera и сейчас превратилась в Seracal Nutrition, это уход за сухой чувствительной кожей, у них и продукты, в принципе, новые, я обозревала их две текстуры увлажняющего средства, молочко и бальзам, и у них вышел также крем-гель очищающий и просто гель, очень мне понравилась эта текстура, это действительно такое пенищееся молочко, кремовое по текстуре, очень приятно, очищает кожу, не пересушивает, здесь есть отдушка, так как это не для поврежденной кожи, а просто для сухой, склонной к сухости для детей, вообще младенцев с нуля и взрослых, то есть для всей семьи, для лица и тела, но так как здесь есть отдушка, у меня сейчас кожа лица достаточно чувствительная, в принципе, как всегда, опять же, кто читает телеграм-канал, знает, что сейчас вообще принимаю системные ретиноиды, да, я об этом обязательно сниму отдельное видео, когда будет подходить к концу курса, и мне будет, что действительно вам полностью об этом рассказать, что, почему, зачем, если все есть телеги. Ну вот для тела я оценила, потому что он пенится, классно очищает, не пересушивает, как-то не стягивает кожу, у него есть аромат, достаточно ощутимый, но приятный, такая классическая пудровая душка АВН, как их тающий бальзам, что-то типа того. Мне нравится, единственное, что использовать тубы для какого-то ухода в душе, это жутко неудобно, я не люблю, но как вариант попробовать, конечно же, да, почему нет. Давайте продолжим тему АВН, здесь я то, что недавно купила и уже успела потестировать, познакомиться, новинка в гамме Цикальфат, Цикальфат это гамма для поврежденной кожи с заживляющими средствами, я тут и люблю практически все, это спрей. Спрей они выпустили, в принципе, это история для тела, давайте посмотрим, что они пишут, ну да, это и под подкузник, и накожные какие-то складки для лица и тела, для поврежденной кожи младенцев и взрослых, в общем-то, применение масса, это может быть любое повреждение кожи, особенно с макнутием, потому что спрей этот подсушивающий, здесь и антибактериальные, заживляющие компоненты, и действительно то, что будет подсушивать. Я купила его для очагов экземы, к сожалению, обострилась, у меня, в принципе, атопические дерматиты, на руках у меня сейчас появились очаги, классно подсушивает, правда, оставляет такой белесый след, но, в принципе, мне это не критично, но вот Цикаплас спрей, например, такого не оставлял, тоже у меня в больших фаворитах, я несколько раз его покупала. Здесь классно работает, зуд снимает, если что-то нужно именно подсушить, вещь классная, но большой объем, маленький расход и 6 месяцев после вскрытия, пожалуй, это единственный минус, потому что расходовать его целиком, мне кажется, будет очень сложно. На первых неделях приема системных ретиноидов у меня был жуткий ад на коже лица, я не могла буквально умываться, и тогда я купила себе мицеллярку от Лерош-Позе, именно ультра, которая для самой такой реактивной, аллергичной кожи использовала ее для очищения. Такой вариант я вам не раз рассказывала, это то, что спасает и лично меня, когда я не могу касаться водой лица, от этого только хуже, и тогда мицеллярные растворы, которые созданы изначально были для этих целей, подходят. Мне понравилось, она действительно не триггерила кожу, хотя там уже хуже было некуда, и спасала меня в этой ситуации, но я не очень ее люблю именно для демакияжа, потому что она настолько мягкая, что, на мой взгляд, с макияжем она справляется сложнее всего из всех мицеллярок аптечных, которые я пробовала. Но в плане вот такой сложной ситуации, когда обострение розация, когда какое-то повреждение на коже, когда нужно ее очистить, но максимально не триггерить, то это отличный вариант, на мой взгляд, многие с аллергией ее любят, если у вас реактивные глаза, опять же, чтобы смывать, да, тушь, например, также можно ею воспользоваться вполне себе. Далее новинка, за которой я так долго охотилась, и не зря, и мне кажется, даже буду приобретать чуть позже полноразмер, на удивление, это бренд СВР, их суперновинка, она и в Европе вышла не так давно, яблоко к нам привезли, причем в том числе в таком формате миниатюре 55 мл, что суперудобно и классно, это гамма Сибиоклир, гамма для проблемной кожи, именно очищающий крем, это что-то по типу Эфоклар Аш, но Эфоклар Аш пенится, а это абсолютно не пенящийся крем, и самое главное, он без одушек, чтобы найти средства для умывания даже пересушенной проблемной кожи, но без одушек, знаете, даже так на первый взгляд и не назову никакое, потому что всегда добавляют одушку, это подойдет, если ваша кожа пересушена, раздражена, если вы лечите системными ретиноидами наружной какой-то терапией, супер классная вещь, минималистичный состав, в принципе, здесь нет каких-то суперактивов, здесь все на смягчение, все на то, чтобы мягко очистить, при этом есть ощущение чистоты на коже, но нет сухости, нет раздражения, даже мне подошла, хотя у меня не вопрос акне, но тем не менее, на чувствительной коже супер классная вещь, я думаю, что надо брать полный размер и писать в Телеграме отдельный обзор на это средство. Далее также будет СВР, давайте сразу покажу, это крем для ног, у них есть такая гамма к сериалу, в этой гамме все с мочевиной, мочевина это увлажнение и отшелушивание при концентрации от 10%, но когда-то я пробовала их крем для ног 50%, по-моему, мочевины, и мне вообще не зашло, она еще больше сушила кожу, и я долго к этой гамме не подходила, и тут я увидела новинку, здесь 15% как раз-таки мочевины, такое что-то среднее, и даже экстракт цинтелла азиатской, в принципе, много успокаивающих восстанавливающих компонентов, в общем, супер вещь, если вы тоже не очень любили средства к сериалу, попробуйте это, я вам подсниму текстуру, она такая похожа на мазь, но на самом деле быстро впитывается и классно увлажняет, не пересушивает, но отшелушивает кожу, то есть если у вас есть гиперкератоз, если у вас склонность к трещинкам на стопах, то это классная штука, ей можно пользоваться постоянно, можно курсом, прям классная находка от этого бренда, очередная. Вернемся к коже лица, конечно же, находок из этой категории у меня больше всего, здесь у меня очищающая маска, благо я успела ее потестировать еще до начала приема системных резиноидов, потому что мне сейчас вообще не нужны никакие очищающие маски, зимные пудры, просто ничего не надо, только увлажнение. Но я успела потестировать, и в принципе мне есть что рассказать. Сейчас у топикрем изменение внешнего облика продуктов, обратите внимание, у меня здесь уже в новом дизайне, эта маска раньше существовала, сейчас она просто выглядит по-другому. Глиняная очищающая маска. В принципе каких-то чудес я от этих продуктов не жду, но хотелось бы, чтобы они не пересушивали в хлам кожу, не вызывали сильные эритемы после использования моей чувствительной кожи. Я обычно ношу их на Т-зону, чтобы снизить жирность, осветлить сальные нити. С этим она справляется, очень приятная по текстуре глиняная маска, здесь разные виды глины, экстракт водорослей, в принципе нет чего-то супер вау, но она такая комфортная по текстуре, она не сильно застывает, легко смывается, не оставляет какого-то сильного раздражения. В принципе со своей задачей справляется, очень нравится, очень приятно, есть даже отдушка, но она такая легкая, ненавязчивая и также комфортно использоваться. Рука очень тянется к ней, я даже избавилась от всех других глиняных масок и ее оставила, хотя не знаю, когда в следующий раз мне эта категория продуктов пригодится. Далее давайте затронем волосы, потому что у меня сейчас история после ковида, очередного, к сожалению, и у меня жутко вылазят волосы, и в принципе еще от кучи других факторов, я сразу же, так сказать, заказала продукт, который можно будет сразу же начать использовать, это средство от выпадения от Дюкре. Гамма есть у них отдельное от выпадения, это в принципе гамма-энофаз, но у них есть именно лосьон такой с пипеткой Креостим Реактив, это средство против реактивного выпадения волос, то есть это выпадение в ходе беременности, на грудном вскармливании, которое происходит, либо какие-то заболевания вы переносите, в общем-то реактивное выпадение, то есть не какое-то хроническое. Здесь формат с пипеткой, на которой есть риска 0,6 мл, вы набираете соответственно и по проборам далее наносите на кожу головы. Я решила, почему взять не ампулы Виши очередные, которые я так люблю, потому что я этими ампулами вас уже достала, и вы каждый раз спрашиваете, а что кроме ампул Виши можете посоветовать это выпадение. Вот буду тестировать, чтобы вам порекомендовать или не порекомендовать. Здесь 60 мл, мне как раз должно хватить, я посчитала на 2 месяца, это минимальный срок использования, и после этого я уже поделюсь именно в телеграме по поводу этого продукта обязательно. Но что сейчас могу отметить? Мне в плане формата ампулы Виши более комфортно. Ты взял аппликатор, нанес одну и ту ампулу, сразу понятно сколько ты нанес, и как бы избавился от этой ампулы. Здесь с этой пипеткой и огромным отверстием в флаконе вы можете это разлить, уронить, вы можете капнуть куда-то, не очень удобно это наносить, дозировать. Но те, кто не справляется с ампулами Виши, у них возникают сложности с дозатором, то вам понравится, наверное, этот формат. По текстуре очень приятная вещь, она менее липучая даже, чем ампулы Виши, хотя и там у меня не возникало особо проблем. Здесь вообще как водичка, не жирнит кожу головы, наношу на чистые, далее уже приступаю к укладке, все супер классно, есть легкий ненавязчивый аромат, нет никакого жуткого запаха спирта или чего-то еще, очень и очень классно. Поэтому я поделюсь обязательно подробным уже отзывом, как работает, не работает, стоит ли покупать именно в телеграм-канале. По уходу за лицом, опять же, когда у меня была жуткая катастрофа в виде буквально ожога на лице, я писала, показывала все фото до-после в телеге, я мало что могла использовать, но при этом мне нужно было интенсивно увлажнять кожу, я заказала от Пенка Ньюль вот эти вот тканевые маски. Это тканевые маски, успокаивающие, увлажняющие, без отдушек. Сколько вы видели тканевых масок без отдушек, я, честно говоря, не припомню. И здесь очень классный состав, здесь много как раз-таки успокаивающих компонентов, увлажняющих на восстановление, и я использовала 9 из 10. Я купила сразу пачку огромную в яблоке, теперь ее нет в наличии постоянно, к сожалению. Но буду ловить, опять буду заказывать. Обычная тканевая маска, эссенцию, после которой я не смываю, наношу далее крем. Классно увлажняет, не триггерит очень реактивную кожу. Поэтому, если вам это необходимо, обратите внимание на нее. Далее предлагаю посмотреть такую троицу от бренда Бабар, то, что я успела распробовать, и, собственно, мне понравилась отчасти эти продукты. И первое, это витамин С. К сожалению, это то, что нельзя купить в полной размере у нас, но можно купить в Европе. Это лифтинг гамма от Доктор Бабар, это их отдельная такая линейка. Сыворотка с витамином С, со стабильным витамином С, без отдушек, без этанола, с минималистичным составом. Супер классная, водянистая по текстуре, вообще впитывается в ноль, не триггерит мою кожу даже сейчас, но, естественно, вне какой-то острой фазы. Очень хочу полной размер. Но у меня только 10 мл было, это из новогоднего набора, который я показывала, тоже в телеге распаковывала, очень классный, оттуда и набор ампул я использовала. И эту сыворотку, честно, я бы даже купила в полной размере, если могла. Потому что это очень комфортно, это очень приятно, это никак не триггерит кожу, что для меня супер важно. Еще при своей засушливости на коже лица, сейчас у меня, я обладатель теперь сухого типа кожи, они комбинированы, и, собственно, у меня все постоянно борьба с шелушениями и сухостью, я открыла их крем, такой липидовосполняющий для лица, он показан для сухой обезвоженной кожи, но, вы знаете, это самый жирный крем в моей жизни, который я когда-либо видела. Чтобы вы понимали, его даже, во-первых, расход настолько маленький, что у меня здесь совсем немного ушло, хотя я давно пользуюсь, его даже сложно распределить. То есть его вариант вот так взять и нанести, как-то размазать по лицу, нет вообще, отпадает. Только разогреть в руках и аппликативно его нанести. Плохо ли это? Ну, скорее всего, не очень удобно, не для всех. Но, с другой стороны, он супер липидный, очень маслянистый, если у вас действительно сухая кожа, без расширенных пор, без жирного блеска, без склонности к воспалениям, вам это, скорее всего, очень понравится. Потому что то, как он наполняет, напитывает, если так можно выразиться, кожу, ничто больше этого не делает. Я бы, конечно, отсюда еще убрала одушку. Она для меня такая, знаете, что-то типа морского бриза какого-то. Не очень мне это нравится, но без одушки было бы вообще универсально в плане чувствительности, но так, может, и кто-то среагирует из аллергиков. В принципе, если у вас просто сухая, очень и очень сухая, может быть, зрелая, возрастная кожа, то попробуйте, если вы фанат этого бренда. То есть я, опять же, не настаиваю, у него определенная ценовая категория, но я знаю, что есть те, кто любит этот бренд. И, соответственно, обзоры я иногда что-то показываю от этого бренда, чтобы вам было что присмотреть. Также, что мне понравилось, я попробовала не так давно, это очищающий гидрофильный бальзам от доктор, вообще, в принципе, от Бабр. Это просто питательный гидрофильный бальзам, но у него необычная текстура. В плане того, что там есть как будто бы какие-то вкрапления, и он наносится не совсем обычным способом. То есть в инструкции сказано наносить сразу на влажную кожу, то есть его нужно сразу эмульгировать, потому что эти частицы, которые в нем находятся, они растворяются сразу при контакте с водой. Если вы сухим способом будете наносить, как привычный бальзам, то эти частицы окажут вам такой скрабирующий эффект. Это странное такое различие от классических гидрофильных бальзамов, но, в принципе, он мне понравился. Он кожа не триггерит, он имеет аромат такой спа-ухода, как у них гидрофильное масло. Но, в принципе, если вы не супераллергик, если вы хорошо переносите данный продукт, и, в принципе, допустим, этот бренд, то можно попробовать. И последние два продукта – это уход за телом. Тоже такие новинки, о которых даже когда-то меня спрашивали. В частности, про урьяжженфи. Это их гамма по уходу вообще для интимной гигиены. Там есть разные форматы, разные объемы. Есть даже дымка-спрей очень интересный, такой необычный формат. У меня это освежающий гель. Он подходит, кстати, с четырех лет. У него мягкое очищение, физиологический пааж, нет мыла и, собственно, есть отдушка освежающая. Очень сладковатая, приятная. Он представляет собой такой густой, насыщенный гель, который легко вспенивается при контакте с водой. Не вызвал у меня никаких нареканий, хотя я с этой категорией средств вообще никогда не экспериментирую. Это первое средство за 10 лет, которое я сменила со своего обычного продукта. Мне понравилось, и я даже думаю купить пол-литра с дизатором, потому что туба, опять же, это, конечно, история очень печальная. Выпуски про мои эксперименты с корейским уходом, вообще с такими дерматологическими корейскими брендами, я показывала Dermabee. У меня закончились уже все банки с того выпуска по уходу за телом, и я себе приобрела масло, восстанавливающее масло с церамидами. Что для вас обычно масло в представлении, да? Это что-то такое текучее, что мы наносим на кожу, может быть, даже масло для очищения. Я тоже так думала, но это просто жидкий лосьон. То есть это как молочко, лосьон очень жидкий, быстро впитывается, и никакого масла я здесь не заметила. Вот такое у них необычное название, но своеобразная текстура. Мне понравился. Скорее всего, отложу больше на теплое время года, потому что прям такие совершенно невесомые текстуры я люблю вне зимы и отопительного сезона. В принципе, это все, что я вам хотела показать, рассказать сегодня. Надеюсь, вам было интересно. Краткий такой обзор по новым находкам. Пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на YouTube-канал. Здесь очень много полезного, интересного контента на тему ухода за кожей и аптечной косметикой. А мы с вами встретимся в следующих видео. Всем пока!